Здравствуйте! Без покон веков существует два метода мотивации. Кнут и пряник. И у того и другого метода куча поклонников. И каждый доказывает свою правоту. А кто из них прав? Оба правы и оба неправы. Почему? Сейчас объясню. Немножко истории. Дело в том, что я в последние 20 лет занимаюсь математической моделью нервной системы. То есть пытаюсь понять, как работает нервная система. Если убрать все формулы, все графики, всю эту научную лабуду, то получится, что существует в природе, в нервной системе, действительно, существует всего два вида мотивации. Метод кнута и метод пряника. Почему они существуют? Потому что так работает нервная система. Дело в том, что все наше поведение, вся наша высшая нервная деятельность, как бы этому не сопротивлялись психологи всех мастей, обусловлено работой рефлекторных комплексов. То есть это те самые рефлексы, которые изучал Павлов, только они собраны в оборонные огромные комплексы. И каждый из этих комплексов по отдельности составляет какой-то снимок, скин момента нашей жизни. То, что составляет нашу память. И туда входят все наши восприятия со всех органов чувств. Как от глаз, от ушей, так и от рецепторов внутри тела. Все, все собирается в один снимок, в один момент и запечатлевается. В отличие от наших снимков, лежащих в альбоме, этими снимками мы пользуемся постоянно. Так же, как можно сравнить, наверное, со страницами книжки. Постоянно просматриваем, пролистываем, исходя из этого, переходим в то-то. Так работают комплексы. Вся информация, вся абсолютно со всего тела идет в мозг. И в мозге есть только один участок, в которого поступает информация со всего тела. Мы учили, что в той же самой извилине, да, в одну часть извилина поступают импульсы с рук, в другую, обратную часть, да, импульсы с ног и тому подобное. Так вот, есть центр в мозге, лимбическая система или эмоциональный мозг, который собирает в себе информацию со всего тела. Со всего. И там есть всего два центра. Центр страха и центр удовольствия. Что они делают? Получая информацию от тела, они преобразуют его в две эмоции. Чуть больше идет информация в центр страха, значит, мы испытываем страх. Больше в центр удовольствия, значит, удовольствие. Весь спектр наших эмоций, все, что мы переживаем в своей жизни, это обусловлено тем, сколько импульсов поступает в тот или иной центр. То есть, вот это равновесие и есть все наши эмоции. Поэтому говорить, что у нас отдельно существует горе, отдельно тревога, отдельно радость, нет. Если мы внимательно слушаем свое тело, то мы понимаем, что все эти эмоции существуют одновременно. Но каких-то больше, каких-то меньше. Потому что оба эти центра работают одновременно. А почему они работают? Да потому что эмоции, это мониторы, это индикаторы количества электрической энергии, проходящие по тем самым рефлекторным комплексам, о которых я говорил. Как работают эти рефлекторные комплексы, такие эмоции мы испытываем. Если по рефлекторному комплексу идет мало энергии, то больше срабатывает центр страха. Если много энергии, центр удовольствия. Я говорю именно об электрической энергии. По нервам не текут картинки, запахи и звуки. По нервам идет только электрический светок. И когда информации этой мало, информации, электроэнергии, нервных импульсов, как хотите называйте, все это одно и то же. То электричество поступает в мозг мало. И соответственно у нас нет энергии. У нас нет энергии думать. У нас нет энергии действовать. Просто. Для того, чтобы это работало, нужно электричество. Как обычный телевизор, обычный компьютер. Если на него положено 220 вольт, он будет при них работать. При 250 он будет уже с перегревом. 300 он сгорит. Но если мы дадим на него 150, он не включится. Точно так же и мозг. Ему нужно определенное количество. И вот это количество наши рецепторы поставляют через наши директорные пути. И от того, сколько поступает, так и идет. Но это была чисто научная часть. Многим она неинтересна. Просто ее пропустите. В тайм-коде будет ссылка на следующую часть. Почему существуют два метода мотивации. Метод внутрь и метод пряника. Да потому что благодаря вот этим вот рефлекторным комплексам у нас, по сути, у нашего организма есть только две мотивации. Получить удовольствие и избежать боли. Вы можете почитать книжки умные, можете посмотреть видео на моем канале. А можете просто вспомнить опыты, которые проводились в институте физиологии. Вы о них слышали. Правда? Они достаточно известны. Крыса вживляли в мозг, в центр удовольствия, в центр страха электроды. И крысы имели возможность самостоятельно нажимать на клавиши, чтобы раздражать эти электроды. Эти центры, подавая ток по электродам. И крыса, нажавшая на клавишу, включающая стимулирующая центр страха, один-два раза больше она не прикасалась к этой клавише. Все. Метод кнута сработал. Она больше не касается. А крыса, у которой стоял центр удовольствия, электрод, она нажимала до тех пор, пока не умирала от истощения. Ну, по крайней мере, так рассказано. Так вот, наши мотивации, как я уже сказал, их две. Но они разные. И если мотивация кнута направлена на то, чтобы избежать боли, то есть мы получаем энергию только в момент боли, в момент страха. И в это время включается эта мотивация. Как только заканчивается этот момент, больше энергии не поступает. Энергия в мозг, который должен работать. Все, мотивация закончилась. Нет электричества, и дальше уже не работает. А метод удовольствия, он вечный. Мы все время, все время хотим его стимулировать. Мы делаем все возможное, чтобы стимулировать, чтобы в мозг поступало больше энергии. И, соответственно, мы получали больше энергии для умственной и физической деятельности. Все очень просто. Но теперь, а как кто же прав? Те руководители и родители, которые считают, что метод кнута – это единственное правильное, что если он не будет наказывать, ничего работать не будет. Или те, которые говорят, что только пряники помогают. А давайте разберемся. Я уже сказал, что работают оба метода. Но работают они по-разному. И поэтому, что мы хотим добиться? Если вы как руководитель или как родитель хотите добиться, чтобы какое-то действие не совершалось, в этом случае можете использовать метод кнута. По большому счету, весь уголовный кодекс, административный кодекс – это метод кнута. Для того, чтобы эти действия не совершались. Если же вы хотите добиться от своего ребенка, от своего сотрудника, или от своего гражданина действия, вы хотите смотивировать, чтобы он что-то сделал, что-то нужное вам, вашей семье, вашей организации, вашему государству, то вам нужна мотивация пряника, мотивация на удовольствие. Давайте я приведу один простой пример. У нас у врачей, может быть вы знаете, но бумаг гораздо больше, чем работы. И совсем недавно у нас сложилась такая ситуация, что врачи делают свою работу, но некоторые бумаги не... Ну, будем считать, что они не хотят их оформлять. Они пропускают. Раньше этого не требовалось, и они как-то этот момент упускают. Но не хотят. Попытались наказывать. То есть использовать метод кнута. Сначала предупредили, кнута еще нет. Написали объяснительную, опять кнута еще нет. Третье – это уже снять пример. Но опять же, что человек воспринимает, когда у него забирают премию? Что его наказали? Ни за что, он же работал. Правильно? Будет он делать лучше? Ну, в какой-то степени лучше не будет. Может быть какие-то бумаги, может быть что-то. Но или будет ждать до тех пор, пока какое-то время будет делать. Но как только строгость наших законов полностью нивелируется необязательностью к исполнению, как только перестанут требовать, он перестанет это выполнить. Да, да, есть. И в этом, ну не то, что наша российская, а вообще просто природа. Природа нервной системы. Пока есть кнут, от него надо убегать. Как только кнут исчез, до свидания. Мотивация исчезла. Мы предложили другой вариант. Совсем другой. То есть, человек выполняет свою работу. Врач, да? И естественно, он все это записывает, все документы сдаёт. И если он сдаёт весь список документов, то он получает пряник. Он, его работа оплачиваема. Если документов нет, то за работу он не получает. Организация за отсутствие таких документов тратит колоссальные штрафы. Она теряет очень много. Работнику это всё равно. Он думает только о себе. Ему безразличная организация. Но в данном случае мы имеем метод пряника. Что-то сделай и получишь. Конфетку. То есть, здесь уже стимуляция действия. Именно мотивация удовольствия. То есть, ты получишь удовольствие, когда сделаешь. И вот этот метод, он будет работать даже когда требование сократится. Прекратится. Начальство перестанет каждый раз дёргать, проверять. А действие сохранится. Потому что, выполняя определённые действия, ты получаешь вкусняшку. Метод крутая пряника, он в общем-то не отличается ни у человека. Ни у каких-то животных. Ни у рыб. Всё то же самое. Потому что нервная система у нас одинаковая. Не потому что нас приравнивают к животным и нас дрессируют. Нет. Нервная система у нас одинаковая. Именно поэтому так и работает. Использовать и кнут, и пряник, это в природе. Это естественно. Это нормально. Но испытывать метод кнута всегда, это ничего не даст. Самые строгие родители выращивают самых искусных лжецов. Точно так же это относится и к предприятиям, и к организациям, и к государствам. Если вы хотите, чтобы что-то делалось, что-то развивалось, развиваться должно быть только на основе пряника. Это единственный путь. А вот если вы хотите, чтобы человек не делал какое-то действие, не совершал какие-то поступки, то, естественно, здесь метод кнута абсолютно нормальное явление. Использовать метод порку у учеников глупо. Вы не заставите этим учиться. Вы этим можете прекратить хулиганить. Но учиться нет. Порки нет. Нету энергии. Нету, естественно, никакой мотивации. Не будет человек задницей думать о том, что ему нужно учиться. А вот если учеба доставляет ему удовольствие, он достигнет огромных высот. То же самое и в работе. То же самое и в личной жизни. То же самое и в общественной жизни, в политической. Мы одинаковые. Нервная система у нас работает абсолютно одинаково. Подписывайтесь на мой канал. Узнавайте новое. Делитесь со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что в психологии существуют новые методы. Новые способы достижения результата. Основанные на науке. И дающие великолепные результаты. Ставьте лайки. Смотрите дальше. Желаю вам быть здоровыми и счастливыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова